Продолжаем работать с логами и сегодня разберемся с такой важной задачей, как ротация логов. Под ротацией логов подразумевается автоматическая обработка всех тех лог-файлов, которые у нас хранятся в системе. С практической точки зрения задача очень хорошая, потому что если у вас действительно какой-то есть сервер, то он очень много записывает различные информации и в ней потом копаться не очень удобно. Поэтому мы сейчас разберемся с тем, как это у нас все привыкли систематизировать в Linux. Тема эта все та же, 108.2, часть вторая. Будем разбираться с такой утилиткой, как LogRotate. И еще немножечко поговорим о том, как ввести логи ядра, но показать я вам не смогу, потому что у нас логи ядра в современных системах логирования ведутся по-другому. То есть в основном занятие подзвечено утилитке LogRotate. Итак, для начала к LogDemon. Значит, к LogDemon, kernel LogDemon, демон записи логов ядра. Он, по идее, может перехватывать, регистрируя все сообщения, которые у нас имеют отношение к ядру Linux. Обычно все эти сообщения направляли в систему C-Slog раньше, сейчас в систему R-C-Slog, C-Slog-MG, смотря где используется. Но, тем не менее, его раньше можно было вызвать со специальным аргументом, который позволял сделать вывод всех текущих сообщений ядра в отдельный файл. Или, например, с момента вызова начать ввести сообщения ядра в отдельный файл. Это все нужно исключительно в целях отладки для особо параноидальных товарищей, для тех, кто разрабатывает какие-то вещи и хочет посмотреть, как на это реагирует ядро. Значит, на тот пятый Центус я к LogDemon поставить уже не мог. На Ubuntu я тоже к LogDemon поставить не могу, потому что здесь у нас используется R-C-Slog, он сам читает все логи ядра. Тем не менее, можно, я попробовал его поискать командой app-cash-search-clog-demon. Я пытался его найти и увидел, что у нас сходит в состав BusyBox. BusyBox, и так к слову пришлось, потому что BusyBox это у нас набор утилит, которые у нас используются в качестве основного интерфейса в куче встраиваемых систем. То есть там, где нужно нам с вами иметь какой-то встроенный Linux с базовым функционалом, можно там использовать вот этот BusyBox. Он представляет собой единый файл и имеет кучу настроек. Но даже если я вот этот BusyBox, C-SlogDemon нам сейчас здесь установлю, это очень нерезанная версия C-C-SlogDemon у нас будет. У него будет буквально там парочку команд, и мы все равно не сможем посмотреть эти сообщения. То есть LP нас попросил упомянуть об этом к LogDemon, и все равно он сейчас уже никак не используется. Вы знаете, то, что он есть, я вам просто напишу, то, что раньше можно было, допустим, командой C-LogDemon минус O минус F, то есть открыть и создать файл логов, допустим, в текущем месте kernel.log. И он возьмет и с момента загрузки системы прочитает стандартный журнал ошибок, найдет там все сообщения о событиях ядра и перенесет их в этот файл. Я говорю журнал ошибок, это у меня автоматически от Windows журнал сообщений. Там, понятно, помимо ошибок есть много чего. Мы сейчас этого всего сделать не можем, и поэтому мы с вами будем добираться до LogRotator. LogRotator интересная очень интеллекта. Она разработана для облегчения управления лог-файлами. Основное ее предназначение – это избавляться от гигантских лог-файлов. То есть она умеет их отправлять по почте, сжимать, еще что-то делать. Основная все-таки задача LogRotator – это брать текущий лог, сохранять его в другое место и создавать пустой файл, чтобы у вас просто не копились гигантские лог-файлы. Основная задача – это очистка лог-файлов. Обычно LogRotator у нас выполняется в качестве каждодневного задания в планировщике крон. Мы его с вами проходили уже, если что, посмотрите это занятие. Так вот, я сразу вам, чтобы сильно не заморачиваться, открою это задание планировщика. Я знаю то, что это ежедневное задание, поэтому оно у меня лежит в папке крон.daily. И называется, собственно, LogRotator. Вот это задание. Опять же, тут не нужно сейчас сильно внедряться в эти задания планировщика. Тут нужно понимать то, что у нас будет запускаться утилитка UserBin LogRotator. И она будет использовать файл конфигурации LogRotator. И мы сейчас можем посмотреть этот LogRotator. Мы, в принципе, и сами можем вручную, в любой момент запустить этот LogRotator. И он выполнит ротацию файлов. Ротация – это как раз то, что я говорил. Файл очистка, активирование, сжатие, отправка по почте. Смотря что задано в этом файле конфигурации LogRotator. И сразу же я вспомнил, что этот LogDemon, о котором мы говорили, у него нет своего файла конфигурации. Просто у тебя будет командной строки. Так вот, этот LogRotator. Давайте поглядим. Cut. ETC. LogRotator. Мы ничего не будем редактировать, поэтому я не димом показываю вам, а катом. Вот такая у нас конфигурация этого файла LogRotator. Что он говорит? Во-первых, ротировать, закручивать, в общем, работать с логами еженедельно. То есть он у нас раз в неделю будет выполнять по расписанию свои действия. Можно здесь указать по достижению определенного размера LogFile. Это будет другой параметр, взаимоисключающий параметр. То есть либо по какому-то сроку, либо по размеру файла. Но так как у нас разные файлы по-разному наполняются, лучше здесь указывать по какому-то конкретно сроку. Это общая конфигурация LogRotator вообще, а вы еще можете задавать отдельные параметры для отдельных каких-то лог-файлов. Допустим, у вас есть профсервер сквит, и вы на него можете создать отдельную конфигурацию для LogRotator. Мы сейчас поглядим. Это общая конфигурация. Далее. Вот эта строчка, она не всегда появлялась, не всегда была, и по-моему, она появилась в какой-то версии Ubuntu. Она говорит о том, от какого имени мы будем работать с лог-файлами. То есть у нас будет владелец root, группа владелец в сеслок, и поэтому новые пустые файлы будут создаваться с таким разрешением. Затем, значит, он у нас будет хранить, здесь написано, 4 недели бэк-логов. То есть у нас задача выполняется раз в неделю, и раз в неделю он будет сохранять текущий файл и создавать новый пустой файл логов. И будет хранить всего 4 таких файла. То есть если бы у нас вот здесь стоял параметр не weekly, допустим, а daily, и здесь бы остался rotate 4, это значит, что бы он у нас хранил логи за последние 4 дня. То есть в зависимости от того, как часто он выполняется, сколько он будет хранить информации. То есть это 4, тут написано в укис, по сути это 4 файла, а не 4 недели. Потому что здесь недели, поэтому здесь пишут 4 недели. Далее, создавать новые пустые лог-файлы. Вот здесь вот мы его просим, потому что не все службы умеют сами себе создавать пустые лог-файлы, они могут ошибаться. Далее, у нас закомментирована строчка compress. Строчка compress говорит о том, что нужно за собой сжимать. То есть он мало того, что создает копию текущего файла, он ее еще и будет сжимать. Сейчас у нас так он не делает. По умолчанию он сжимает, по-моему, gzip, но я точно уже не помню. Далее. Вот здесь вот он говорит о том, что у нас отдельное расписание, отдельные параметры ротации могут храниться вот в этой папке. Это clogrataid. Мы в нее еще заглянем. Вот здесь вот у нас внизу есть последние два таких абзаца. Это отдельные настройки тоже для отдельных лог-файлов. Считается хорошим тоном хранить отдельные настройки для отдельных лог-файлов в виде отдельных файлов в папке etc.logrataid. Но в принципе, я не думаю, что ничего вам не запрещает хранить эти отдельные настройки в общем файле конфигурации logrataid. Как здесь и сделано. Просто это встроенные файлы, и поэтому он здесь их тоже настроил по умолчанию. Logrataid. Значит, у нас есть два вот этих файла. Vtemp и Vtemp. Это все файлы, которые имеют отношение у нас к событиям входа и выхода из системы. Есть еще UTmp файл, который говорит о том, о текущем состоянии вошедших в поле цели в систему, кто вошел. Vtmp файл хранит информацию о прошлых входах и выходах. Vtemp файл хранит информацию о ошибках входа. И вот здесь у нас отдельные параметры. Отдельный параметр missing.org. То есть, если файл отсутствует, то все в порядке, не переживай. Делай бэкап этого файла ежемесячно. Далее, создавай новый пустой файл с такими параметрами. То есть, здесь у нас есть маска создания разрешения, владелец группы владельцев. И храни одну последнюю копию этого файла. Все то же самое для файла Vtemp, только права другие. Тут 0.6.6.4, тут 0.0.6.0. То есть, тут у others нет никаких абсолютно прав. Вспоминайте, у нас было с вами занятие по правам доступа. Раз мы здесь находимся, давайте я сразу вам покажу какой-нибудь из этих файлов. Эти файлы Vtmp, Vtmp, они вообще никакого отношения к сегодняшнему занятию не имеют. Но просто, чтобы вы знали, это файлы, которые хранят информацию в бинарном виде, в двоичном. И вы не можете просто обычным, допустим, блокнотом посмотреть. У вас вот такая вот ерунда будет. В разных системах они у нас разными утилитами просматриваются. В Ubuntu мы можем посмотреть при помощи утилита, допустим, utmp-dump. Этот же файл. var.log.vtmp. И вот так вот он уже выглядит более-менее понятно в бинарном виде. Значит, log.rotate, я уже вам показал общий его файл конфигурации. Теперь глянем отдельные в папочке ERTC log.rotate.d. И в этой папке у нас есть отдельные настройки для отдельных служб. Вы файлы можете называть как угодно. Вы можете создать файл, там, не знаю, по своему имени. И при этом указать ему в настройках, чтобы он отвечал за ротацию логов сквида, SQL и так далее. То есть название файлов не имеет никакого значения. И просто возьмем, например, наш родной Ubuntu Firewall. Посмотрим, как ротируется он. Cut. И в принципе здесь все то же самое, то, что мы видели наверху в общем файле log.rotate.conf для вот этих вот файликов, btmp и btmp, просто вынесенное в отдельный файл. Так делается по-человечески. Вот здесь у нас наверху указывается, к какому логу имеет отношение это настройка ротации. И здесь сигурно в скобках, собственно, настройки. Хранить 4 файла, выполнять еженедельно. Если отсутствует, то все в порядке, не переживать. Not if empty, это не обрабатывать пустые файлы. То есть если файл пустой, как в моем случае, у меня UFW Ubuntu Firewall выключен, он выключен, и тогда у меня не будет выполняться ротация. Сжимать текущий лог файл, то есть не просто его сохранять, а сжимать. Delay Compress, это очень хороший параметр, он сжимает предыдущий файл при следующей ротации. То есть он сегодня, если будет делать резервную копию моего лога, он его просто скопирует, создаст новый пустой файл, а предыдущую копию, которая была сделана неделю назад, заархивирует. То есть он будет архивировать не текущий архив, а предыдущий. Далее, Shared Scripts, это очень хорошая опция, которая говорит о том, что у нас скрипты будут выполняться только один раз, вне зависимости от того, сколько лог файлов будет обработано. Здесь у нас, здесь вы видите, только один лог файл, UFW Log, поэтому для него этот параметр не имеет большого значения. Но вы можете указывать вот здесь не конкретное имя файла, а звездочку. То есть вы можете сказать в этой папочке varlog .log. И тогда эти параметры будут применяться ко всем лог файлам. То есть обычные синглы подстановки, допустим, вы можете у сквида, который ведет кучу различных файлов, через звездочку указать, просто обрабатывать все его файлы, которые лежат в определенной папке. И для них будут эти скрипты работать спокойненько. Далее, у нас есть скрипты post-rotate скрипты. Здесь есть разные скрипты. Post-rotate это один из вариантов. Это скрипты, которые будут выполняться после задачи вот этой вот rotate. Это скрипт, который говорит просто, это тоже отвлечение от сегодняшнего занятия, я сегодня как-то много очень разговариваю. Значит, этот скрипт говорит о том, что rsyslog, текущая система логирования Ubuntu, должна будет начать писать информацию в новый пустой файл. Я не буду вас особенно здесь заморачивать. Эта команда просто говорит syslogу оставить тот файл, в котором она писала информацию до этого, до выполнения этой задачи, и начать писать в новый. То есть, вот это вот у нас пустое устройство, это стандартный, вот вывод, мы это с вами все проходили. По сути, эта команда просто говорит, начни писать информацию в новый пустой файл, который мы для тебя создали, и выполни это молча. То есть, весь свой вывод отправь в никуда. И конец скрипта. Значит, что еще вам показать? Ну, давайте глянем просто, как это все выглядит. Допустим, зайдем в нашу папку varlog. Кто и так, длиный рог, кто учился. И в этой папке varlog, вы видите, вот появились с точкой единичкой значки логи. То есть, это как раз-таки log rotate у меня уже успел один раз отработать и создал копию текущего файла. Потому что у меня здесь virtualbox, я очень часто откатываю туда-сюда снимки, и не всегда у меня вот этот log rotate успевает раз в неделю отработать. Поэтому у меня здесь нету точка 2, точка 3, точка 4. У нас же там, по-моему, 4 недели хранится. В общем, вот так это выглядит. Если бы у нас стояла опция compress, у меня бы уже этот файл назывался не просто kernlog.1, а kernlog.1.gz. Я не помню, какой архиватор используется. Подводим итог. Разобрались с log rotate. Я, правда, как-то хаотично сегодня немного заговариваюсь, но я думаю, вы поняли. Не поняли, пишите комментарии, я вам подскажу. Значит, log rotate – программа, которая позволяет нам просто бороться с огромными растущими лог-файлами. Она отсекает от текущего лог-файла актуальный кусок. Но фактически просто переносит текущий файл в другой метод и создает новый пустой файл, в который продолжает вести запись. Если вы почитаете мануал по log rotate, то там будет очень много дополнительных параметров. Вплоть до того, где хранить конкретные лог-файлы, каким архиватором сжимать, по достижению какого размера, с какими правами создавать. Но суть программы log rotate я вам объяснил. Вы можете начать уже использовать на практике не с настройками по умолчанию, как сейчас сделано в Ubuntu, а указать какие-то свои значения.